Доброго времени суток, это канал GameZone, меня зовут Игорь и вы в рубрике Адский Четверг. Сегодня мы научимся тюнинговать ваши любимые обычные домашние или офисные мышки. Итак, с нами каньон, мы будем увеличивать сенсор в 2 раза, его чувствительность был 800 dpi и станет 1400, к сожалению, и пытался сделать 1600, но этот чип поддерживает только 1400. И второе, это дополнительная кнопка, которая делает 11 кликов в секунду. Да, вам не послышалось, это 11 кликов в секунду. Кстати, тут можно сделать и 100, и 200 кликов в секунду. Итак, смотрим видео, учимся. Итак, мы разобрали наши мышки, получили вот такое внутреннее устройство, зеркальце. У кого-то может быть сложнее, у кого-то проще. У меня каньон, она очень простая и дешевая мышка. В ней, как вы видите, особо механизмов нет. Один процессор графический, который обрабатывает и передает всю информацию, собственно, он и есть уже интегрированный чип, который является мышкой. То есть, в основном, тут больше ничего нет. Тут два конденсатора, которые сглаживают электрический ток. Собственно, пару резисторов, чтобы там, где надо уменьшить его, и все. Видим, тут еще на самой схеме расчерчено под другие компоненты, но их здесь нет. Итак, этот чип у нас является ADNS2051. Они могут иметь разные названия, но, в принципе, в большинстве это Hewlett-Packers чип. И давайте почитаем спецификацию по ним. Итак, к сожалению, мне попался китайский вариант. Он наиболее, так, полагаю, доступный. А2633. Тут много чего написано. И есть небольшая такая вот штучка. Тут можно понять, что он поддерживает 800 DPI и 1600. Скажу так, 800 DPI это мало, и 1600 тоже. Но, если хотите чуть-чуть ее улучшить, чего бы нет, поскольку это никаких, в принципе, затрат от вас не потребует, кроме чуть-чуть времени и поразбираться. Зато, возможно, очень полезно отразиться на ваших скиллах жизни, где вы сможете легко разобраться с чем-то сложнее, чем мышка. Итак, немного, посмотря мануалы, мы определяемся, что если просто впаять вот сюда переключатель, примерно он будет вот так вот выглядеть, такая маленькая штучка, похожа на эту кнопку, при нажатии на него, разрешение изменится. Сейчас я не буду эти тестерить. Итак, поехали. Итак, мышка разобрана. Мы берем наш мультиметр и начинаем замерять сопротивление. Согласно спецификации чипа, оказывается, что если мы просто выпаяем одно сопротивление и впаяем ее в другое место, то мышка автоматически начнет работать в разрешении 1400, как мы узнаем позже, будет работать в разрешении 1400 DPI. А это значит, что для модификации этой мышки вам совершенно ничего не требуется. Вам просто надо 5 минут на выпайку одного резистора и впайку его в совершенно другое место. И все, на этом работа закончена. Итак, перед вами скриншоты теста мышки до оверклокинга и после оверклокинга. Как я тестировал? Я тестировал с помощью Enotus Mouse Test. Берете линейку, ставите мышку, зажимаете левую кнопку, протягиваете 10 см, отжимаете левую кнопку. Все, перед вами есть DPI. Вторая часть видео, мы врезаем кнопку мышки, ставим контроллер для 11 нажатий в секунду. Итак, разобрали, вымерили точную позицию кнопки, сделали отметку, потом берете дрель, высверливаете все по кругу, потом выдавливаете из пластик, обычные мышки делают из жесткого пластика, поэтому запаситесь терпением. Вставляете кнопку, один вывод от кнопки идет на левую кнопку мыши, именно на включение. Второй идет на 555 микросхемы, собираем вот так по схеме. По сути, мы закорачиваем, соединяем контакт номер 4 и 8, и это на плюс 5 вольт. Потом вторую и шестую, между первой и второй мы ставим конденсатор, между второй и третьей мы ставим сопротивление. Потом я бы посоветовал вам поставить диод от третьей ножки на сам выключатель, на саму кнопку. И все, а вторая часть кнопки самой мышки подключена, к самой именно левой кнопке мыши. Удачи в сборке, я верю в вас, у вас получится. Будете делать первый раз, это займет, я считаю, очень много времени. Удачи!